да я вам не включают эту грустную музыку то есть что-то повеселее ну какой смех найди смех просто слова смех желательно желательно детские да и вы замечаете что когда немногие животные могут смеяться мы с вами можем и это определенный спазм здесь вот внутри которые будут идти ребра ваши будут сжиматься и разжиматься от смеха поэтому давайте с вами попробуем это сделать включил сделайте вдох давайте в начале хотя бы ка еще вдохните и такой добрый смех давайте все-таки я еще не особо научился у меня он больше ведьмин напоминает и опять вдох еще опять вдохнули и вот люди при расстройствах они смеяться не могут и сложно слышите кто-то а я не ел твою морковь вдохнули и ребрышками это поросенок а а а а а а а а и нажимаем а а и вот просто полежите сейчас расслабьтесь пустите вот этот кайф по телу а 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 и когда вы в таком состоянии конечно же ваши мысли ваши слова они совершенно другие и поэтому почувствуйте какой-то приятный запах вновь а а а внутри услышите свой детский смех ну вы же были детьми вы могли там смеяться и такой хороший лучистый потрясающий смех смех такой добрый такой кайфовый такой милый И вы почувствуете, многие ощутят, как будто электрические разряды по телу. Если вы все правильно сделали, будет изменение такой температуры. Наслаждайтесь, вот это состояние такое, которое присутствует. И когда мы порой берем, конечно же, медицинский гипноз, вот все, что мы делаем, мы вызываем такие вот состояния. Состояние, которое переходит в сон, где вы опять же можете, когда пробуждаетесь, пробудиться с улыбкой, мило, по-доброму, так нежно. И есть особенность на то, чтобы вот кора, участок мозга, который отвечает за бодрствием, перешла в состояние сна. То это происходит медленно. И вначале это такой глубокий сон, где нет, у вас ни снов, ни сновидений. И это такой важный параметр. А есть, где вы что-то видите, и это не важно. Вот вообще не важно. Ни эти картинки, ни голос, который звучит. И поэтому часто при гипнозе я прошу вас, чтобы ваш голос на какой-то момент вас покинул. И так как я знаю, что есть определенные вибрации, голосы, темп, я прошу вас, чтобы вы меня туда впустили, и я чуть-чуть позвучал у вас. Но не оценивая, а просто бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Как будто я считаю счет. Раз, два. И цифры не имеют значения. Словно ваши года. Не важно. Ни возраст, ни счет. Просто хорошо. Хорошо и приятно. Хорошо и приятно. И вот тело имеет такую тенденцию просто убрать из него, скажем, эмоции. Все вот эти напряженности, все вот эти переживания, неважно, хорошие или нехорошие, пусть они вот исчезают. Есть несколько слов. Вы помните, что есть вторая сигнальная система, где я говорю, что это что-то значимое. Но вы можете на это не реагировать. А есть там, я говорю, что это сейчас вам не нужно. Вот просто не нужно никаких эмоций. Кайфоните. Кайфоните. Вот так. Кайф. Кайф. Дайте по телу этому проходить. Кайф. Ого. И я не знаю, может быть, это будет голос какого-то вашего любимого человека или какого-то вашего кумира или какого-то вашего святого. То есть пусть он будет звучать внутри, приятно и хорошо. Приятно и хорошо. И, конечно же, все сигналы от тела пусть исчезнут. Вот это легкость и невесомость. Легкость и невесомость. Забывайте. Забывайте, что есть ручки, есть ножки. Вот просто забудьте об этом. Хорошо. Хорошо и приятно. Смешно и приятно. Смешно и приятно. Ох. Хорошо. 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 А теперь сделайте вдох. Откройте глазки. Да. Резко приподнимайтесь. Угу. Вот так. А-а-а. И... Они как это... Бандерлоги. Вы меня хорошо видите. А... Гуру Кришна. О, Господи, это не я. Да. То есть... Да-да-да-да-да-да-да-да-да. И, конечно же, все имеет цену. Я практически всю жизнь посвятил себя чудесам. Чудеса – это нежелание. Я никогда в жизни не заставлю пациента что-то визуализировать, идти к какой-то цели или еще что-то. Я очень хорошо учился. А... Чудеса – это такие вещи, которые, когда ты находишься в состоянии, ты такой, ну ни хрена себе. Ты и не ожидаешь. А вот те, нате, как оно появилось. И вот это меня больше интересует, когда просто прет. То есть вот это состояние прет, оно для меня любопытно и интересно. И поэтому все, что есть, что... Прет. Прет. Ты не туда показывай, ты тебя тогда прет. И практически, когда вы учите историю гипноза, вы обнаружите, что большинство наскальных рисунков или шаманов, или еще, у них обязательно будет эрекция. А если колдовали женщины, то это был период овуляции. И у них обязательно было покраснение, у них обязательно менялся запах. Они это делали в какие-то другие немножечко дни. У меня есть исследовательские группы, где я вообще убрал этот момент. То есть вообще неинтересно, когда есть менструальный цикл. Я ему брал там еще лет 20. Сейчас уже где-то лет 6, наверное, я наблюдаю за этой группой. Это очень все меняется. Вы можете радостно научиться управлять множественными моментами. Слава богу, у вас есть великий мастер. Мастер вас учит, как управлять биологически обратной связью. Эта работа такая, она называется, вегетативных нейронов. Считается очень сложное мероприятие. Надо этому посвящать время, регулярно труд на то, чтобы научиться регулировать работу внутренних органов. На то, чтобы вы замедлили биение сердца, на то, чтобы ваше дыхание стало другим. Но вот сейчас, когда вы делали, мы играем так эмоционально дыханием. То есть мы его можем при правильном вдохе-выдохе вообще убрать на какое-то время. То есть, и давайте сейчас чуть-чуть еще поиграем. Например, экзоциональная тревожность. Кто вчера-то был это? Ты, по-моему, вчера был очень больным. Чего ты ржешь сегодня громче всех? На самом деле, знаешь, как я проще лечу? Я просто беру хорошую врача-интерна, очень красивую, сажаю напротив, и теперь говорю, страдай. Очень не получается. Они говорят, доктор, ну я же, мне назначили кучу лекарств, ты что здесь месяц делаешь, мальчик? Я мне подбираю, вот еще что-то. Я говорю, хорошо, сейчас я тебе подберу лекарства. И вытаскиваю, и включается множество разных функций. Я о том, что, ну вот, вы можете выбрать путь монаха, но это не означает, что у вас не включится куча биологических моментов, даже если вы его выберете. Они все равно будут у вас задействованы. И поэтому, когда мы изучаем молодость, долголетие или еще что-то, конечно же, нас интересует вот эта самая гормональная система, сексуальная активность, репродуктивная особенность. И когда я задаю вопрос, у которой женщины болезненные, то есть, ты хочешь еще детей? Нет, я не хочу детей. Нет, да все, я с этим завязала и прочее, и прочее. То есть, я сразу вспоминаю историю о контрацептивах. Они были для того, чтобы полностью заглушить всю женскую функцию. То есть, и сейчас бы, если бы мы проверяли бы контрацептивы, то, конечно, не прошли бы они у нас FDA, никто бы не дал добро, эта молекула бы не выпустилась. У нас сейчас существуют разработки по поводу мужских контрацептивов, потому что женский мир вылетает на кучу времени, как только она беременет, как только она рожает, у нее выделяются другие гормоны, там, пролактин, бла-бла-бла, чтобы выносить, еще быть. И она чуть у нас из социальной жизни выпадает. То же самое там сейчас существует у мальчиков, но не могут выпустить пока. Ну, в ближайшем будущем вот эти вот таблеточки, да, они у нас с вами будут, и они будут присутствовать. И вот, я о том, что когда в тебе включается, то есть, если у него депрессия, то у него присутствует или отсутствует сексуальный функция? То есть, снижение или усиление? Ну, вначале, может быть, чуть усилится, потом, потом. А теперь как, например, тебе, если ты хочешь детей? В смысле, еще? А теперь вот посмотри вокруг, кто бы ты захотел, чтобы тебе родил? Как только он дает задачу мозгу, он сразу же резко меняется. И поэтому, конечно же, чаще всего затухание всех функций у человека происходит, когда он перестает брать вот эту ответственность. И, конечно же, это определенная биологическая задача и другая работа гормональной системы. Поэтому, даже если там они заходят на Тиндер и начинают кого-то лайкать, я говорю, хорошо, а теперь то, на ком ты женишься, полайкай. То есть, сразу резко лайки меняются. А теперь выбери там маму для ребенка. И опять резко лайки меняются. То есть, вот это совершенно другой выбор. Одно дело с кем-то пофестивалить, а другое дело радостно раскрыться. Потому что так или иначе вы блокируете куча, куча свойств внутри собственного тела, которые, конечно же, на вас влияют. И принятие каких-то решений это ведет. То есть, если, например, у вас там глюкокортикоидный стресс, то Миша вам вчера рассказывал о деньгах что-то, да? То есть, я никогда не рассказываю о деньгах. Я говорю, при чем здесь деньги? Деньги – это деньги. То есть, есть люди, которые дают вам деньги. Вот либо эти люди присутствуют и хотят вам это сделать, либо нет. Поэтому, если я сяду и буду «бумажки, приходи», я что-то не пойму, там, магнетизер, что ли, что ли, бумажки притягивать. Я притягиваю людей, которым есть то, что у меня взять, и этим людям это в радость. То есть, их жизнь меняется. Все, я уж точно не буду на бумажки ориентироваться. То есть, я буду ориентироваться на людей, на то, что их интересы, и неважно, делаю там приложение какое-то, или медицинское, или еще что-то. Этот момент присутствует. И поэтому вот сейчас, когда вы оглядываетесь вокруг, и вы ищете какое-то предназначение или еще что-то в медицинских целях, это гораздо проще. Кого вы сможете порадовать? Вот просто вот здесь посмотрите. Вот как, чем вы можете порадовать? Как вы можете вызвать улыбку у человека? И что с ним произойдет? Мы сейчас очень с вами поиграем, потому что Роман меня просил периодически возвращаться к этим тематикам. Это понятие, если у нас раньше были понятия о подражании, то это, конечно же, работа зеркальных нейронов. Она присутствует и у приматов. Это когда мы кого-то учим, и вы помните, все, что внешнее, визуальное, оно вызывает эмоции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова